Привет, ребят! Меня зовут Лена, я графический дизайнер, и вы находитесь на моем канале о графическом дизайне и для начинающих в программе Adobe Illustrator. И сегодня мы с вами будем рисовать такой фон, такой бэкграунд в стиле 80-х годов. Это один из трендов последних лет, и если вам интересно, то приступаем к уроку! Итак, ребят, давайте начнем наш урок. Нам нужен сначала прямоугольник, держите shift и нарисуйте такой вот квадрат. Хорошо, любого цвета. Теперь возьмем этот цвет и выбираем квадрат, копируем и вставляем его. Доводим копию до центра. Хорошо, теперь выбираем этот квадрат, первый, и доводим его не совсем до центра, где-то здесь. Так, теперь выбираем этот квадрат, черно-белый градиент, здесь у нас будет 90. Так, теперь давайте добавим сюда цвета. Здесь нам нужен темно-фиолетовый цвет, Так, здесь нам нужен такой розовый, и здесь такой вот тоже розовый. Подвигаем бегунок, вот так. Так, здесь хорошо. Теперь нам нужен эллипс этого цвета. Берем и рисуем. Держите shift для идеального круга. Так, хорошо. Теперь мы рисуем полосы для круга. Берем прямоугольник и рисуем вот такой вот тонкий прямоугольник. Так, посмотрим. Держим alt. И делаем еще 4 копии. Вот так. Так, теперь выбираем все копии. Выравниваем с помощью этой опции. Теперь выбираем наш овал и линии, и нажимаем divide и разгруппировать. И теперь снимаем выделение с нужных частей. И ненужные удаляем. Хорошо. Так, теперь выбираем все части солнца. И бэкграунд, верхний и отправляем назад. Снимаем выделение с этой части и немножко поднимем солнце. Вот так. Хорошо. Так, теперь давайте объединим. Обработка контуров объединения, да. И теперь выбираем черно-белый градиент или любой градиент, который у вас будет. И здесь ставим 90. И теперь здесь нам нужно добавить другие цвета. Здесь самый светлый оранжевый. Здесь средний оранжевый. И по среднюю у нас будет розовый здесь. Вот этот. Хорошо. Теперь с помощью инструмента градиент нужно поводить градиентом. Как вам понравится, что выглядело ваше солнце. Мне нравится вот так. Хорошо. Теперь нам нужен овал. Берем эллипс и рисуем такой овал. Радиальный градиент. Только черно-белый радиальный градиент. Здесь у нас будет красный цвет. И здесь умножение, скрин. Там мы делаем поменьше. Сейчас все тут подгоним. Выбираем вот этот розовый бэкграунд и наш новый овал и отправляем назад. Теперь давайте подвигаем. Сделаем давайте все-таки побольше. Сдвинем бегунок сюда. Вот так. И сделаем еще больше. Чуть меньше. Так, посмотрим. Да, сейчас мне все нравится. Так, хорошо. Теперь нам нужен белый цвет. И надо создать такой вот маленький эллипс. Это будет наш новый символ. Выбираем его. Символы. Плюсик. Окей. Так, удаляем. Теперь берем распылитель. И распыляем как хотим. Теперь здесь прозрачность и soft light. Мягкий свет. Так, посмотрим. Опять выделяем. И здесь 30%. Точнее 40%. И давайте добавим еще несколько штучек, символов, soft light. Только прозрачность оставляем 100%. Теперь нам нужен этот фиолетовый цвет и прямоугольники. Инструмент прямоугольник. И нарисуйте такие прямоугольники, как хотите. Мы сейчас будем рисовать здания. Как вы понимаете, они разной длины, высоты, размеров, ширины, толщины. Поэтому вы можете нарисовать кельсу, можете нарисовать свои здания. Так, нарисовали квадраты. Теперь давайте превращать их в здания. Так, выделим здесь и объединим. Теперь выделим эти четыре. Тоже объединим. Здесь надо выровнять сначала и объединить. Здесь тоже выровняем. Так, здесь остается как есть. Так, здесь у нас выровнять так и объединить. Все, мы объединили все. Теперь давайте выберем и выровняем по низу. Так, этот фон на передний план. Немножко подвигаем здание, так как вам захочется. Можете не двигать, можете двигать. Мне кажется, здесь нужно подвигать. Так, теперь выделяем и делаем поменьше. Не забудьте держать shift для пропорций. Так, хорошо. Опустим немножко вниз. Теперь добавим еще элементов. Здесь точку с помощью инструмента прямое выделение опустим вниз. Эту точку тоже вниз. Здесь точку вверх. Так, здесь эту точку вниз. Хорошо. Теперь здесь добавим точку и поднимем эту точку вверх. Так, мы уже больше похоже на здание. Хорошо. Теперь давайте добавим еще антенны. Первая. Немножко вниз. Так. Копируйте и вставьте. И поставьте рядом вторую. Опять копируйте и вставьте. Поставьте сюда. Поставьте сюда. Еще одно вставьте. И поставьте сюда. Так. Немножко подвинем и сделаем копию. Чтобы здесь было две. Так. Теперь давайте выделим все элементы новые и все здания. Нам нужно их объединить в одно целое. Так. Все выделили. Теперь обработка контуров добавить. Этот фиграунд опять на передний план. Так. Хорошо. Теперь черно-белый градиент. Здесь 90. Так. Где черный цвет нам нужно поставить самый темный. Где белый самый светлый. Фиолетовый. Так. Хорошо. Так. Давайте еще поменьше сделаем наше здание. Вот так. Хорошо. Так. Теперь нам нужен этот цвет и нарисовать здесь тонкую линию. Вот так. Немножко сделаем ее тоньше. Так. Теперь здесь рисуем нашу сетку. Нам нужен этот инструмент. С такими опциями. Окей. Появилась сетка. Она у нас сейчас без обводки, без заливки. Нам нужно сделать обводку розовую. Так. Теперь нам нужен инструмент. Свободная трансформация. Вот именно эта опция. Так. И здесь сужаем. Вот так. Так. Выбираем. Подвинем немножко. Хорошо. Теперь надо немножко поработать с нижними углами. Опять выбираем нашу сетку и инструмент трансформация. И выбираем вот эту вот опцию. Двигаем этот угол. Так вот. Сюда. Теперь давайте с другой стороны угол. Так. Сюда. Хорошо. Так. Этот угол мне нравится. Здесь немножко давайте подвинем. Вот так. Так. Все. Сейчас мне все нравится. Так. Теперь нам нужно сделать из обводки заливку объект. И выбираем экспант. Разобрать. Окей. Теперь наша обводка стала заливкой. Выбираем элемент. Черно-белый градиент. Присмотрим. Да. Все правильно. Теперь нам нужно поменять белый цвет на розовый. И черный на темно-фиолетовый. Так. Хорошо. Теперь нужно с помощью инструмента градиент снизу вверх. Нет. Некрасиво. Теперь давайте сверху вниз проведем. Да. Вот так то что надо. Выбираем сетку. Подвигаем. Бегунок. Так. Теперь выбираем этот бэкграунд. Копируем и вставляем его. Переносим на передний план. Выбираем сетку и бэкграунд. И сделаем обтравочную маску. Так. Хорошо. Теперь нам нужно эту линию выделить. И перенести на передний план. Так. Надо немножко с ней поработать. Давайте поближе еще опустим ее. Не. Ctrl Z. Назад. Давайте, наверное, сделаем ее немножко толще. Так. Выбираем ее. Так. И делаем чуть-чуть вниз толще. И чуть-чуть вверх толще. Вот так. Так. Хорошо. Теперь нам нужен эллипстул и градиент. Здесь вот убрать. Здесь этот розовый. Так. Подвигаем слайдер. лягунок. Здесь скрин умножения. Переносим. Делаем таким вот овалом. И здесь нам нужен черный цвет. Пододвинем сюда. Хорошо. Сделаем еще потоньше. И подлиннее. Вот так. И немножко вверх. Так. Теперь давайте, не так, выделим этот блик и копируем и вставим его. Сделаем его меньше. Держим shift. Так. И ставим сюда. И сделаем здесь прозрачность 30. Так. Вы можете поставить блики, куда я поставлю, или поставить куда вы хотите. Это абсолютно ваше решение. Вы здесь дизайнеры. И вы решаете, куда их ставить. Так. Давайте повернем этот блик. И поставим сюда. Посмотрим. Да. Мне нравится, как сейчас получились блики. Теперь этот большой блик копируем и вставляем. И здесь нам нужен красный цвет. И давайте вот так вот делаем потолще. И прозрачность 30%. Так. Смотрим. Все, ребят. Все круто. у нас получился background стиле 80-х. Итак, ребят. На сегодня урок окончен. Надеюсь, он вам понравился. Если да, то пожалуйста поставьте мне лайк. А если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, потому что про графический дизайн. будет еще много видео. Будет еще очень много уроков в программе Adobe Illustrator. Ну, увидимся, конечно же, в следующих видео. Пока-пока, ребят. Целую. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...